Молли Малуф. Вернуть энергию. Как наука помогает женщине сохранить молодость, здоровье и жизненную силу? Предисловие. Мы познакомились с доктором Малуф в 2019 году, когда вместе выступали на округлом столе по биохакингу. Пресса называет меня «отцом биохакинга», так как именно я положил начало этому движению более 10 лет назад. Сегодня оно превратилось из небольшой неформальной группы в мейнстрим, а ребята из Мэриэм-Уэбстер даже внесли слово «биохакинг» в свой словарь. Мне всегда было интересно, насколько далеко мы можем зайти в плане увеличения своих возможностей и продолжительности жизни при помощи улучшения человеческого железа и софта. Я потратил миллионы долларов на эксперименты с использованием новейшего оборудования и методов, дающих моему организму шанс прожить максимально долго. И это не 100 лет, а скорее 200, если не больше. А также развить умственные способности и стрессоустойчивость. Поэтому, если кто-то в нашем мире занимается биохакингом на продвинутом уровне, я, скорее всего, с ним знаком. Тем не менее, я никогда прежде не слышал о докторе Молли Малуф. Кто же эта молодая женщина, стоящая рядом со мной на сцене? Первым, что сразу же обращала на себя внимание, был ее острый ум. Меня впечатлил ее багаж знаний и то, что она выглядела гораздо моложе своего возраста. Но это я выяснил чуть позже. Молли. Живое свидетельство эффективности биохакинга. Оказалось, что она настоящий профи в этой сфере. Но почему же я о ней раньше не слышал? В тот период она работала медицинским консьержем в Кремниевой долине. Медицинский консьерж – аналог семейного врача, постоянно наблюдающего за здоровьем клиентов на протяжении жизни. Молли не продвигала себя. Она помогала другим стать лучше, чтобы они сами смогли продвинуться. Она консультировала технологические компании, которым доставалась вся слава, пока доктор Малуф тихо работала за кулисами, как губка, впитывая новые знания. Она преподавала в Стэнфорде, где учила студентов оптимизировать работу своего организма для достижения максимальных результатов. И терпеливо складывала все кусочки пазла, чтобы в нужный момент выйти на аванс-сцену с собственной компанией и книгой. Теперь она оказалась в центре внимания, и я очень этому рад. Молли едва ли не самый открытый, любознательный, пытливый и критически мыслящий человек из всех, кого я когда-либо встречал. И хотя она является признанным экспертом в области биохакинга, ей всегда хочется знать больше, находить решение все новых, серьезных проблем и применять на практике новейшее открытие. Когда я узнал, что доктор Малуф пишет книгу, то не мог дождаться ее выхода. Мне показался особенно важным ее акцент на разнице реакции мужчин и женщин на те или иные вмешательства. Вмешательство или интервенция – любое целенаправленное действие по отношению к человеку, в данном случае имеющее целью усовершенствование его природы. Ведь женщина – это не просто миниатюрная версия мужчины, у нас много отличий. К тому же все люди уникальны, и это делает биохакинг не только наукой, но и искусством. В своем подкасте «The Human Upgrade», количество выпусков которого уже перевалило за тысячу, я взял интервью у десятков женщин-биохакеров. Как выяснилось, многие приемы, используемые мужчинами, работают и по отношению к женщинам, однако эффект немного разнится. Несхожесть наших гормональных балансов – вот основная причина, из-за которой мужчинам и женщинам необходимы разные вмешательства. А переменчивость и цикличность женского гормонального фона делают весь процесс биохакинга еще сложнее и интереснее. Заслуга этого прорывного издания – я прежде никогда не встречал популярных книг о биохакинге для женщин – в том, что доктор Малуф берет основные технологии, методы и инновации, которыми пользуются специалисты из волшебного и недосягаемого мира профессионального биохакинга и преподносит их так, что человек в жизни, никогда не слышавший об этой практике, может с легкостью понять их смысл и приобщиться к ним. Она начинает свой труд с базового и одновременно самого недопонятого принципа биохакинга. В основе жизни лежит энергия. Молли по-новому объясняет процессы, протекающие в вашем организме. Ознакомиться с этой частью будет особенно полезно тем, кто уже не помнит, что ему на уроках биологии рассказывали о митохондриях. Ведь именно они и есть та искра, в честь которой названа эта книга – искра энергии в клеточных батарейках, питающих весь ваш организм. В оригинале книга носит название The Spark Factor – фактор искры. Позаботьтесь о своих митохондриях, и они позаботятся о вашем здоровье. Молли расскажет, как это сделать. Микроскопические аккумуляторы не просто хранят электрический заряд. Их функционал гораздо шире, и из аудиокниги вы узнаете, как их заряжать, как ими пользоваться и как их активировать. Одно из неоспоримых достоинств аудиокниги «Вернуть энергию» – наличие информации не только о том, как скорректировать диету и физические упражнения для увеличения энергетического запаса, но и о том, как побороть стресс, сажающий наши батарейки. Молли описывает сигналы небезопасности и то, как детские травмы могут стать основой нашего стресса. Кроме того, она углубляется в тему влияния гормонов на жизнь женщин и помогает их взломать, а также отвечает на вопросы об отношениях и сексе, которые вы боялись задать своему врачу. Эта аудиокнига – поистине полное руководство по вопросам биохакинга. Каждый сможет почерпнуть для себя что-то новое. Что бы вас ни интересовало – диета, микробиом, идеальная тренировка, половая жизнь, психологическое или духовное состояние – Молли может рассказать об этом с позиции профессионала. Она объяснит все в доступной манере и пропишет вам такой образ жизни, который поможет справиться с проблемами и вывести вас на новый уровень. Подобные специалисты – редкость в наше время. Не все гении добры и дружелюбны. Но доктор Малуф точно обладает искрой, о которой говорит в своей книге. Искрой, которую каждый из нас хочет поймать и приручить. Она инноватор, предприниматель и футуролог. Поверьте мне, рыбак рыбака видит издалека. Мне нравится образ ее мыслей. Она четко видит будущее и может при помощи весомых аргументов отстоять свою позицию. Более того, она консультирует самые передовые технологические компании, работающие над улучшением состояния человеческого здоровья. Так что у нее точно есть инсайды, которые будут вам интересны. Неважно, кто вы – новичок, ветеран биохакинга или же вовсе о нем никогда не слышали. Вернуть энергию поможет вам достичь поставленных целей. Советы, которые вы найдете здесь, помогут справиться с хроническими заболеваниями и выйти за рамки человеческих возможностей. Очень интересно будет увидеть, какое воздействие этот труд окажет на мир биохакинга и не только. Я от души рекомендую эту аудиокнигу всем женщинам, мечтающим полностью раскрыть свой потенциал. Доктор Молли Малуф точно поборется за звание матери биохакинга. Дэйв Эспри Введение Внутри каждой вашей клетки есть искра жизни, питающая все тело энергии. Как только ее не называют. Ци, прана, жизненная сила. Эта идея универсальна. Ее можно встретить в разных культурах и мифологиях, но сама она не является выдумкой. Любая жизнь начинается с этой искры. Однако многие из нас, особенно женщины, чувствуют, как под напором жизненных трудностей наша искра начинает угасать. На нас неотступно давит хронический стресс. Мы живем в среде, загрязненной токсинами. Мы едим обработанную пищу, которая усиливает воспалительные процессы, нарушает гормональный баланс, дестабилизирует уровень сахара в крови и подрывает здоровье нашего микробиома. Жизнь стала слишком удобной, поэтому мы перестали двигаться. Многие из нас просиживают целый день за рабочим столом, а потом еще полночи перед экранами компьютеров и телевизоров и расплачиваются за это циркадными ритмами и качественным сном. Из-за общения в интернете мы практически перестали видеться вживую, а значит, реже чувствуем успокоение и поддержку, передаваемые тактильные при помощи взглядов. Привычная жизнь проходит, даже пролетает мимо, пока мы боремся с постоянным чувством одиночества. Все это гасит внутреннюю искру, которая питает нас. И это не просто оборот речи, а реальное уменьшение выработки энергии нашими клетками, которое можно измерить. Без этой искры долгая и счастливая жизнь невозможна. Подавление клеточной функции производства энергии грозит нам угасанием. Но что, если я вам скажу, что вы можете вновь разжечь свою внутреннюю искру? Вам удастся обрести силу, необходимую для осуществления ваших мечтаний. Вы сумеете получить столько энергии, сколько вам нужно, на любом этапе жизни. Вам также под силу продлить лучшие годы, сохраняя энергичность и остроту ума в процессе старения. Вы способны максимально улучшить качество вашей жизни, стать счастливее и снизить риск появления хронических заболеваний. Грамотное управление вашей искрой – ключ к полному раскрытию физического, умственного и духовного потенциала. Биохакинг – целенаправленное манипулирование биологическими процессами организма ради достижения оптимального состояния здоровья, поможет вам научиться этому. Я представляю вам свою книгу «Вернуть энергию». За свою жизнь я успела побывать медицинским консьержем, преподавателем в Стэнфорде, предпринимателем и биохакером. Я продвигала персонализированную медицину среди топ-менеджеров, технологических компаний, инвесторов-миллиардеров, бизнесменов из Кремниевой долины и лауреатов премии «Оскар». Это люди, которые обожают экспериментировать с прорывными технологиями и научными методами, направленными на достижение долголетия и увеличение продолжительности здоровой жизни. Никто не вложил в биохакинг больше сил и средств, чем предприниматели из Кремниевой долины. Многие из них приходят ко мне, когда им нужна помощь в достижении максимального энергетического потенциала, чтобы как можно дольше оставаться на пике своих умственных способностей. Эти люди серьезно настроены на долголетие. Они хотят прожить до ста лет и больше, не потеряв при этом остроты ума и гибкости тела. Компании многих из них ведут работу по воплощению этих амбиций в реальность и часто обращаются ко мне за советом, так что я стою у истоков новых технологий и инновационных идей. Основная масса моих пациентов обладает привилегиями, которые открывают им доступ к вмешательствам, недоступным для официальной медицины. Но у меня для вас хорошие новости. Входные барьеры начинают снижаться. Биохакинг становится мейнстримом по мере того, как все больше и больше людей заражаются идеей управления своим здоровьем и продуктивностью. Технологические платформы уже превратили множество решений индивидуальных проблем, которые я раньше предлагала своим клиентам, в общедоступные продукты и услуги. Например, персонализированные биологически активные добавки и наборы пробиотиков. Нутригеномика, система непрерывного мониторинга глюкозы, холтеровское мониторирование – все они были нишевыми явлениями еще 10 лет назад, а теперь ими может пользоваться кто угодно. И они становятся все более доступными по цене, потому что с каждым годом увеличивается количество людей, осознающих важность отслеживания состояния своего организма для достижения максимального здоровья, благополучия и продуктивности. И хотя биохакинг ассоциируется с передовыми технологиями, существуют и низкотехнологичные, и даже нетехнологичные методы. Все зависит от того, что вы хотите изменить и как далеко вы готовы зайти. Даже самые простые техники биохакинга помогут вам улучшить здоровье, набраться сил, зарядить клеточные батарейки и изменить вашу жизнь к лучшему. Кто же откажется от такого? Как я пришла к биохакингу? В некотором смысле, кажется, я всегда идеально подходила для биохакинга. Я выросла в Пиории, штат Иллинойс, и была взрослой не по годам, невероятно своевольной, но в то же время воспитанной в христианских традициях девочкой. Прилежная и мятежная, я всегда искала необычные решения для проблем, с которыми сталкивалась. В школе я была отличницей, но как минимум раз в год меня отправляли в кабинет директора из-за нарушения школьных правил. В свою защиту замечу, я не знала, что нарушаю правила. Помню, как однажды я решила написать свое имя на спортивной площадке, а остальные дети повторили за мной. И лишь получив выговор от директора, я узнала, что это называется граффити. Видимо, я буквально хотела оставить свой след в истории, не понимая, что может быть в этом плохого. Мое детство можно назвать счастливым, вот только я слишком часто болела. Мне пришлось побороться с несколькими инфекциями – атитом, стрептококковым фаренгитом, пневмонией и тензилитом. Едва ли не самые первые мои воспоминания связаны с нахождением в больнице. Во многом именно тогда сформировался мой интерес к клиникам и медицине в целом. Потом, когда мне было уже 10 лет, в моей семье за короткий промежуток времени произошло несколько трагедий. Меня как будто выбросило из детства. Казалось, я за одну ночь стала взрослой. Я перестала играть с игрушками и начала свой первый мини-бизнес. Шила одежду для кукол American Girl и продавала ее девочкам в школе. За это меня, как вы уже, наверное, догадались, снова вызвали в кабинет директора. Субтитры создавал DimaTorzok